Ранний початок акции областной музеи военной славы толмажить просто. Большая половина ведомников установки «Дети и подлетки» организовывать для их неких мероприемств в поздний час нельзя навык с пробки гляджения законодавства. Першими на экскурсию приходят третьеклассники 44-й гомельской школы. В этом году они уже были у музея, но дикавости от этого меньше не стало. Тем больше, что тут заховываются особистые речи полного кавалера ордена славы, заслуженного наставника БССР и гонорового грамотянина Гомеля Миколая Лебедева. Минавито Яго и Мя сегодня носить научальную установку. С увлеком у взрослого ведомника уж мат серьезной информации экскурсоводы не огощают. Хоть в угле сегодня областный музей военной славы для школьников распространено некаких тематичных маршрутов. Помогали учителям белорусской литературы отразить тему, допустим, оккупации, оккупационный режим и специальная экскурсия, которая посвящена этому периоду, злодеяниям фашистов и так далее. То есть это проводится в отдельном зале практически все 45 минут. Свою акцию у музея военной славы назвали заховальники памяти и присвятили усим музейным работникам. Это саправды нелегкая праца – собирать, заховывать и выучать их историю. А коли у коллекции утрапляет редкий экспонат, тогда почти особо гонору. У Гомеля до речи раритеты есть так само, причем самых разных часов. Одинный в Беларуси форма апошника министра обороны Советского Союза, апошника маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Экспонат саправды вельми уникальны. Одны пагоны, чего каштують – зоркой и гербом СССР, які вышаты золотыми нитками. Особливость об основном музее военной славы. Тут практически все экспонаты саправдны. Навод, коли у экспозицию часово трапить копия, адрознить ее от оригинала. Не специалисту буде просто немагчим. Студент Беларусского державного университета транспорта Иван Пеляшок у свободно от учебы час займается военно-историчными реконструкциями. Сегодня он демонструє наведовникам военную форму и зброю. Все, что представлено в этом музее, то, что проделаем мы во время военно-исторических реконструкций, это все делается только по событиям, которые были по факту. То есть они могут быть подтверждены документально. Подчас акции «Ночь музею» образный музей военной славы для наведовников робить выключение. Им дозволяют взять у руки зброю. Работники установы только попередживаются. Тремя себе мощно, и она нелегкая. Такой зброей можно уявить себе соправным солдатом. Я представляю себя снайпером, который на войне воюет. Семью-день музея, вам видите, позволено то, чего не позволяет. Мне очень нравится этот пистолет, но он очень тяжелый. Туз Гомельчан заявляется конструктором боевых самолетов. Какая самоходная установка самая редкая, и кольки вважить паровоз. С водой и палевом до речи 125 тонн. Прикладно стойкиш, как три тяжкие, те четыре средние танки часов великой отчинной. Экскурсия у музея у нечем подобная на текавую энциклопедую, якую кольки не читай, а ли неколи усе ровно опынися на опошней сторонце. Правда, коли книга текавая, да и я обойсково вернися. В очне 3-го А, 44-й Гомельской школы, обицаюсь присти у музея военной славы знов. Олег Синчаров, Валерика Панько, Телерату компания Гомель.